Добрый вечер! Сегодня у нас последний урок по книге Шмот, и он целиком и полностью посвящен последнему недельному разделу, разделу Пикудей. Начинается этот раздел в 38-й главе книги Шмот посередине, нужно вообще знать, что деление текста Торы на разделы и деление на главы, они совсем не совпадают, и раздел может начинаться посередине главы, ибо деление на главы вообще не еврейское, сделано было христианскими богословами. Словами для их нужд и пронумерованы были главы и стихи, а недельный раздел – это разделение в соответствии с порядком чтения Торы еженедельного. И поэтому так получилось, что начинается этот раздел совсем в середине главы, и начинается он такими словами. Вот счета по Мешкану, Мешкану свидетельства, подведенные по повелению Муше. Работа левитов под предводительствами Тамара, сына Аарона, священника. Вот счета. Иными словами, чем мы будем здесь заниматься, счетами. Бухгалтерский отчет, инвентаризация. Все, что касается строительства Мешкана, сейчас будет подводиться ему отчет. Вот счета по Мешкану, Мешкану свидетельства, подведенные по повелению Муше работы левитов под предводительствами Тамара, сына Аруна, священника. Ну и, наконец, отчетность о собранных материалах и о том, куда они пошли. Ведь материалы на строительство Мешкана, на его сооружение, собирал весь еврейский народ. Это были их пожертвования. Сколько всего было собрано пожертвований и куда они ушли. Всего золота, употребленного в дело по всем, по всем этом священной труде, было. Золото при ношении 29 кекаров. Кекар – это мера веса, которой пользуется Тора. И 730 шекелей, мера веса меньше и более употребляемая в священных шекелях. Почему шекель называется священный? Мирамбан объяснил, что поскольку шекели использовались, вот эта вот мера весов шекель использовалась для святых целей, для оценки и для махацита шекель, половину шекеля, которую каждый давал на храмовые нужды, каждый еврей, каждый год. Поэтому, поскольку использовался он в подобных целях, то и получила название шекель-акодыш, шекель священный. Серебра от отчисления общины, то есть то, что люди собрали, 100 кекаров и 1775 шекелей, священных шекелях. По половине шекеля с головы, в священных шекелях, с каждого, проходящего для подсчета. И что же стало с этим огромным количеством серебра? И пошло 100 кекаров серебра на литье подножий святилища и подножий полога, 100 подножий из 100 кекаров, по кекару на подножии. И из 1775 сделал он крючки к столбам и облицевал их в верхушке столбов, соединил их поисками, меди, это уже третий материал, была отчетность по золоту. Правда, по золоту было сказано, сколько собрали, но не сказано, на что оно пошло. Серебро, сказано, сколько собрали, на что оно пошло. Медь. В меди же приношении было 70 кекаров и 2400 шекелей, и из нее он сделал подножие для входа в шатер, медный жертвенник, медную решетку и так далее, тому подобное. До сих пор не могу забыть впечатление, которое было у меня, когда я в первый раз прочитал эту главу. Я тогда учился в институте, учился я в финансовом институте на бухгалтерском факультете. И, честно говоря, я этот факультет и профессию эту серьезно недолюбливал, так мягко говоря. И вдруг здесь в ТОРе я нахожу здесь бухгалтерский отчет со всем. Как это попадает в ТОР? Зачем это нужно? Для чего? В чем смысл эти главы? Начнем разбирать потихоньку. Так. Вот счета по Мишкану свидетельства. Раньше, говорит, в этом разделе перечислен вес всех пожертвований для строительства Мишкана, золота, серебра и меди. Это мы видели в том атрифик, который прочитали. Перечислены все принадлежности и их назначения. Почему потом сказано, вот счета по Мишкану, Мишкан, так называется, переносный храм, сооружением которого мы занимаемся уже на протяжении нескольких глав. Вот счета по Мишкану, Мишкану свидетельства. Дважды упомянуто, Мишкану, Мишкану свидетельства. Во-первых, почему Мишкан называется Мишканом свидетельства, во-вторых, почему дважды сказано, вот счета по Мишкану, Мишкану свидетельства. Раши объясняет здесь, приводит здесь друж. Слово «мешкан», его основное значение – это от слова «лишкон», что означает «пребывать», «присутствовать», то есть это как бы место, в котором ощущается присутствие Всевышнего в этом мире, больше, чем в других местах. Но, возможно, здесь есть игра слов со словом «мешкон». «Мешкон» означает «залог». То есть если я у кого-то одалживаю деньги, и кто-то сомневается в том, сумею ли я вернуть ему это ссуду или нет, он просит, чтобы я оставил у него залог. И если я действительно ссуду не возвращаю, то тогда он заберет себе этот самый залог. Так вот, «мешкан» здесь воспринимается как залог. То есть это слово стоит здесь дважды. Это намек на храм, который был дважды взят в залог, то есть дважды был разрушен за грехи народа Израиля. Храм, который в дальнейшем будет сейчас мешками – это переносный шатер, который заменяет храм. Это для пребывания евреев в пустыне. А в дальнейшем, когда храм будет построен в Иерусалиме, он дважды будет разрушен. Первый храм будет разрушен вавилонинами в 422 году до Новой эры. И второй храм будет разрушен римлянами уже в 1970 году, Новый эры. А почему он называется еще и «мешкан-свидетельство»? В чем здесь свидетельство? Харамбан, указывая здесь простое значение, говорит, что словом «свидетельство» в книге «Шмот» обычно называются скрижали, на которых были начертаны слова, десятисловия. И вот это и свидетельство союза между Всевышним и между еврейским народом. А «мешкан», поскольку главная его цель и главный смысл, он должен быть вместилищем для Торы, вместилищем для этих скрижалей. Поэтому он в общем и целом здесь называется «мешкан-айдут», то есть «мешкан-свидетельство». Так объясняет Харамбан. Раши не соглашается и ищет другое значение. Все-таки здесь, по мнению Раши, слово «идут» имеет буквальное, простое значение, то есть «идут» свидетельство. Что это за свидетельство? Говорит, Раши, «мешкан-свидетельство» – это свидетельство для Израиля. А в чем его свидетельство? Кому он свидетельствует и о чем он свидетельствует? Свидетельство для Израиля в том, что Всевышний простил им грех золотого тенца, ведь он позволил своей шхене пребывать здесь. То есть тот самый факт, что присутствие Шхены, что как бы присутствие Всевышнего ощущалось в Мешкане через постоянные чудеса, которые там творились, через особую атмосферу, которая там была, все это вместе показывало, что Всевышний как бы пребывает здесь. Это само по себе и свидетельство того, что Всевышний простил еврейскому народу грех золотого тенца. Вот это «мешкан-свидетельство». Почему называется он «вот щита по Мешкану», «мешкан-свидетельство, подведенное по велению мужа, работа левитов», почему здесь работа левитов под предводительством Тамара? Ведь в храме-то работают не только левиты, в храме работают и коины, священники. Почему здесь подчеркивается именно работа левитов? Некоторые комментаторы говорят, что это связано с тем, что мы говорили раньше. Ведь нельзя забывать, что «мешкан» сооружается сразу после того, как Всевышний простил еврейскому народу грех золотого тенца. И смысл всех этих глав рассмотреть, каким образом все возвращается в предыдущее состояние, до греха. Если грех прощен, значит, есть та близость, которая была раньше, еще до греха. Да, но не совсем. Есть вещи, которые уже поправить нельзя, непоправимые. Симхо из Двинска подчеркивает здесь, что согласно закону, священник, который служил какому-то идолу, совершал служение языческое, даже если он потом раскаялся самым искренним образом и совершенно-совершенно разделся со своим прежним грехом, несмотря на его полнейшее раскаяние, несмотря на то, что ему прощают, но вернуться к службе в храме он больше не может никогда. Это вещь непоправимая. То же самое было здесь. До греха Золотого Тельца привилегия служения Богу через жертвопоношение была у первенцев. В каждой семье первенцы были теми, кто приносили жертвы Всевышнему. Но поскольку первенцы запятнали себя служением Золотому Тельцу, не входя в вопрос, было здесь идолопоклонство или нет, но эта вещь была совершенно запрещенная, и поэтому даже, несмотря на то, что грех этот был прощен, и им было прощено тоже, но вернуться к служению жертвами они больше не смогут. Они заменяются на левитов, на тех, кто не запятнали себя служением Золотому Тельцу. Это вещь непоправимая, поэтому Тур здесь подчеркивает. Это работа левитов под предводительством и Тамара Синарона, и Тамар Синарон, и Тамара Елазар. Они были назначены над двумя большими группами левитов, которые занимались службой в Мешкане. И прежде всего это было, поскольку Мешкан был переносной храм, его нужно было переносить, переносить на себе. Так вот одна группа левитов под руководством Итамара, она несла более тяжелые части, а именно они переносили брёвна и крышу Мешкана, пологи, его покрытие, шатёр, а вторая группа, она переносила уже утварь. То есть было здесь разделение на утварь и на стены и крышу Мешкана. Дальше Тора говорит, «Гецалей же сын Ури, сын Хура из колена Иуды сделал всё, что повелел Бог Муше». Раши здесь подчёркивает, ему уже эту тему затрагивали. Всё, что он сделал, то, что повелел Бог Муше. Не сказано, что он сделал всё, что Муше повелел ему. А то, что Бог повелел Муше, что это означает? Говорит, Раши. Имеется здесь в виду даже то, о чём Муше умолчал. То есть когда Муше передавал эту заповедь, эти инструкции по сооружению Мешкана Бицалелю, он не передал ему в точности то, что сказал ему Всевышний. А именно, сознание Бицалеля приняло всё, что было сказано Муше на горе Синай. Когда Муше, в чём здесь было расхождение? Когда Муше, он повелел Бицалелю в первую очередь сделать самое главное, а именно это принадлежности святилища. То есть Арон, ковчег, в котором должны быть скрижа Лизавета, стол, минору, а уже только потом заняться сооружением самого Мешкана, самого шатра. Бицалель возразил ему. Логика говорит другое. Сначала нужно… Как люди строят? Сначала люди строят дом, а уже потом вносят в него утварь, только потом уже вносят в него мебель. Поэтому, скорее всего, и здесь. Может быть, Всевышний повелел иначе, не так, как ты мне сказал. Может быть, сначала нужно сделать Мешкан, сначала соорудить шатёр, а только потом уже сделать утварь и занести её в готовый уже Мешкан. Когда он это ему сказал, может, сказал совершенно верно, именно так мне было и сказано. Это особая здесь роль Бицалеля в отношении Мешкана. Дальше Тура переходит к непосредственным счетам. Итак, золото, всего было золото, собрано 29 хикаров, 730 шекелей. Что из него сделано? Не сказано почему-то. Серебро. Серебро стокикаров. Не целых стокикаров, а ещё и 1775 шекелей. О них сказано, куда они пошли. Пошло стокикаров серебра налить её под ножи святилища. Прежде всего, каким образом получилось такое число стокикаров, Раши здесь объясняет, что собраны они были, как Эдутора потом подчёркивает, что они были собраны по пол шекеля, то есть каждый из евреев. Жертвовалось пол шекеля. Сколько было всего евреев? 600 тысяч. Значит, и это 603 550 человек. Это точная цифра. Получается, что если это количество, если это число взрослых евреев, в каждый из них даёт по пол шекеля, то теперь мы собираем около 300 тысяч шекелей. 300 тысяч шекелей. Продолжая дальше Раши. Теперь при сборе пожертвований на святилище. Сумма половин шекеля, пожертвованных 600 тысячами сынов Израиля, составилась 100 кикаров. Почему? Потому что каждый кикар это 3000 шекелей. А дают здесь по пол шекеля, то есть 300 тысяч шекелей. Вот мы и получаем 100 кикаров с копейками. И ещё 1775 шекелей серебра. Пошли они на подножье святилища. Столько кикаров эти подножья, то есть как строился мешкан, стены его были из брусьев, и для устойчивости они вставлялись внизу в тяжёлые металлические подставки. Не просто металлические, их нужно было делать из серебра. На каждый брус было по две подставки, всего 48 было брусьев, стало быть 96 подставок для стен, плюс ещё для входа. У входа был сделан занавес, и этот занавес держался тоже на брусьев. Там было 4, для того, чтобы держать столбы, на которых держался этот занавес, нужно было 4 подножья. Вот мы и получаем 96,4, всего 100 подножий. 100 кикаров пошло на 100 подножий. Вот теперь я хочу вернуться к вопросу, с которым мы начали. Зачем нужно вообще в Туре давать всю эту бухгалтерию? И ещё необходимо уточнить один вопрос, о котором спорят комментаторы. «Вод щита помешкану», «мешкану свидетельство, подведённое по повелению муше». Слово «вод». «Эле пикудэ амешкан». «Вод щита помешкан». Что у нас означает это слово? В Туре есть два варианта. Либо предложение, некоторые предложения начинаются с слова «вот», «эле». Некоторые начинаются со слов «вээле» и «вот». В чём разница между ними? Правило, которое говорят наши мудрецы, таково. Слово «вот» представляет собой резюме того, что сказано выше. Если раньше есть какой-то подсчёт, если я рассказываю, что на уроке присутствовал такой-то, 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 ну, вот и всё. Вот те люди, которые были на уроке. То есть слово «вот» завершает собой перечисление, сказанное выше. Наоборот, слово «вот» оно относится к тому, что будет перечислено потом. И вот кто был на уроке. Такой-то, 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 не такой-то. Таково правило. Попробуем применить его сюда. Есть два раздела, в которых, два последних раздела в книге Шмот, в которых перечисляется всё, что было сделано. Они разделяются между собой довольно интересно. Прежде всего, в середине книги Шмот есть два раздела «Трума» и «Тицаве». «Трума» – это раздел, в котором есть повеление соорудить мешкан, переносной храм. Затем, следующий раздел, «Тицаве», в нём повеление о одеждах, коинских, священнических одеждах, облачениях, в которых коаним должны будут служить, и есть описание и повеление о том, что их нужно сделать. Тура их разделила на два отдельных раздела «Трума» и «Тицаве». В конце книги Шмот снова два совершенно две отдельных главы. одна «Ваякель», в которой перечисляется, что был сделан переносной храм и всё, что в нём, там точно. И сделали они брусья для шатра. Так-так-то, и так-то, и так-то. И сделали они брусья для шатра и серебряные подножья. Затем, после того, как заканчивается с брусьями, и сделал Бицалель ковчег, сделал минору, сделал жертвенник, сделали ограду двора, сделали пологи. Это всё в главе «Ваякель». В главе Пекуды, ту главу, которую мы разбираем сейчас, здесь уже перечислены то, что сделали священнические одежды. Так же, как было разделено в Торе повеление на два разных раздела, точно так же и отчёт о том, что было сделано, тоже в двух главах. Сам Мишкан в предыдущей главе «Ваякель», а священнические одежды в главе «Пекуды». Так вот, к чему относится это слово «Эле» «Пекудыя Мишкан». Вот «Щита» по Мишкану, к тому, что было перечислено раньше, то есть сам Мишкан, его стены, его покрытие, полог, или к священническим одежным. С точки зрения правил, которые сказали мудрецы, нужно было бы сказать, что всюду, во всей Торе слово «Эле» относится к тому, что было раньше и резюмирует. То есть, вот это те самые вещи, которые были упомянуты в предыдущей главе, вот «Щита» по ним, сейчас будет отчетность, там было перечислено строительство Мишкана, там было перечислено все, что нужно было сделать для строительства Мишкана, а теперь пошла бухгалтерия, сколько мы получили материалов на сооружение того, что было упомянуто раньше, и куда оно пошло? Вместе с тем, и Раши, и Рамбана, вопреки этому правилу, пишут другое. Раши, вот «Щита» «В этом разделе перечислен вес всех пожертвований для строительства Мишкана, золота, серебра и меди, и перечислены все принадлежности и их назначения». То есть, вот здесь, в тексте, как здесь, вот «Щита» по Мишкану, и где же они, эти «Щита», а вот же здесь все сказано. Золото, употребленного в дело, было, собрали столько-то, серебра собрали столько-то, там, стоки каров с копейками, меди собрали столько-то, серебро пошло на это, меди посла на это. То есть, это слово относится к тому, что сказано дальше, а не то, что сказано выше. И Рамбан тоже, Рамбан тоже, хотя он приводит, что есть мнение обратное, все-таки считает Рамбан, что вот эти вот начало, вот «Щита» по Мишкану относится к тому, что сказано в дальнейшем. Его возражения против того, что он говорит, здесь говорится, вот «Щита» по Мишкану, Мишкану свидетельство, подведенное по повелению Моше, работа левитов под предводительством Итамара. Итамару, под его предводительством была группа левитов. Чем они занимались? Они переносили самые тяжелые части Мишкана, а именно брусья, покрытия, пологи, а это все перечислено в предыдущей главе, а не в этой. И еще, что непонятно, в предыдущей главе было рассказано о том, как соорудили Мишкану. В этой главе о том, как сшили священческие одежды. А где отчетность? Отчетность посередине. Почему отчетность посередине? Логика подсказывает, что если мы хотим отчитаться за все то, что было сделано, мы собрали пожертвования, из них мы построили Мишкан и сшили одежды для Коэнов, то когда нужно дать этот отчет? В конце, в самом конце, когда будет закончена работа по одеждам? Почему-то Тора дает здесь этот отчет посередине? Почему посередине? Если так, как говорят некоторые комментаторы, не Раша и Ромба, например, говорит Сформу, если этот отчет говорит о том, что было сказано до сих пор, вот эти счета по тому, что сказано раньше, по сооружению Мишкана, его стен, его покрытия, и вот сейчас мы отчитаемся за все то, что мы собрали, что мы сделали, то зачем торопиться? Вообще непонятно, зачем это нужно в Торе, но если по какой-то причине нужно, так это нужно было бы сделать в самом конце главы, когда будет закончена работа по пушитью одежд священника. Зачем так рано? И для чего это вообще? Зачем нужен был этот? Уточним вопрос. Вообще, зачем нужен был этот отчет? А что кто-нибудь не доверял Муше, избраннику Бога? Но если и нужен он был по какой-то причине, то зачем писать всю эту бухгалтерию здесь в Торе? И если нужно по какой-то причине писать всю эту бухгалтерию, то почему посредине работы, а не в конце? Кто же отчитывается посредине работы? Вот это основные вопросы, которые мы хотим выяснить. Медраж в нескольких сборниках в Ялку-Тшимонии, Притраба, приводит следующую вещь. Почему вдруг Муше Медраж захотел дать отчет? Написано в конце раздела Китиса, что когда Муше уходил, он построил свой шатер за пределами лагеря, это было после, в короткий период между грехом Золотого Тельца и между сооружением Мишкана. Муше вынес свой шатер за пределы лагеря и уходил туда, и каждый, кто хотел услышать, учить Тору, услышать из его уст Слово Божие, должен был пойти туда. И написано, что когда Муше выходил к своему шатру, люди выходили из своих шатров, провожали его взглядом, выебиту ахурей муше и смотрели ему вслед. Ну, если люди смотрят вслед, то Медраж говорит, наверное, они между собой шишукались, когда смотрели ему вслед. О чем шишукались? Первый вариант предлагает Медраж, люди говорили, как счастлив человек, который вот так вот каждый день идет навстречу Всевышнему, и Всевышний является ему человек, рожденный женщиной, не может дойти до такого совершенства. Это один вариант. Второй вариант. Сам тон слов выебиту ахурей муше смотрели ему вслед. Смотрели ему вслед. Нехороший это был взгляд. Что говорили люди? Один другому говорил, глядя вслед мушея. Мушея. Смотри, какой у него шея. Что называется, какую шею наел. Другой ему говорит, конечно, естественно, что ты хочешь. Живет на наш счет, ест на наш счет, пьет на наш счет. Ну, как все власти мушея. Третий возражал им, ничего вы не понимаете. Мушея занимается сооружением мешкана. Все пожертвования через него прошли. Золото, серебро. Так что же вы хотите? Чтобы не мушея не не Я помню, как я был как-то в одном городе, приехал туда и там как раз реставрировалась синагога. После того, как она десятки лет в советский период была в запустении. И потом меня один из общественных деятелей в синагоге присыл к себе домой, когда я зашел к нему в квартиру, с трудом удержался от того, чтобы не ахнуть. Интерьер его квартиры, дизайн его квартиры точно-точно напоминал дизайн в синагоге. То есть понятно было, что те же самые мастера используют те же самые стройматериалы, они реставрируют синагогу, и они реставрируют, ремонтируют, скажем так, квартиру этого самого деятеля. Ну, именно так смотрели на мужа, конечно. Если он собрал все пожертвования, а там было много и золота, и серебра, и меди, и шерсти, все ценные вещи. Но что же вы хотите? Еще спрашивайте, почему у него такая шея? Он же слышал это. И поскольку он слышал это, теперь нам понятно, почему он сам захотел дать отчет. Никто не требовал у него этого отчета. Постыдились бы люди, так сказать. А может, я хотел дать этот отчет. Более того, тебе даже понятно, почему этот отчет был дан посередине работы. Не в конце, а посередине. Почему? Да потому что, прибавим здесь еще один вопрос. Мы сказали в самом начале, идет здесь отчет по золоту, по серебру и по меди. О серебре и о меди сказано, сколько собрали и куда это пошло. Ну, точный отчет. Дебет, кредит, сколько получили и сколько ушло и на что ушло. А по золоту не сказано. Сказано только сколько собрали, а на что оно пошло? Почему не сказано? Отвечают комментаторы, а что ты хочешь? Ведь это написано в самом начале главы. А на что шло золото? Золото, среди всего прочего, шло на шитье одежд священников. Ведь нитка, которая использовалась, была нитка особая, крюченая, ее нескольких ниток шерсти и одной золотой нитки. Стало быть, невозможно было дать сейчас отчет, на что точно пошло золото. Рано еще, вот когда будет закончена вся работа по поводу шитья священнических дел, тогда можно будет посчитать золото. Кстати, странно, если так, то в конце главы мы должны были бы найти отчет о золоте, а его нету этого отчета. Так вопрос о золоте и остался неучтенным. Только учли то, что получили, а на что пошло? Нет этого в истории. На самом деле нам тебе понятно, почему Муше устроил сейчас этот отчет, почему сейчас он устраивает инвентаризацию и не считает точно все, что он получил и все, куда пошло, потому что, по крайней мере, по двум металлам работа завершена, а именно по серебру и по меди. В священнических одеждах нет ни серебра, ни меди. Все серебро и вся медь ушли на сооружение мешкана, поэтому за них он отчитывается, как только при первой возможности, как только кончена была работа, в которой использовали серебро и медь, Муше тут же захотел считаться, с золотом потом с ним разберемся. Но то, что можно, можно сейчас. Ни одной секунды он не хотел продолжать такое состояние, в котором присваивает хотя бы что-то. Ну и как же происходил этот отчет? Естественный вопрос. А все ли шло гладко? А Медраж говорит не все. Безусловно, была проблема, возникла проблема. Когда Муше стал считать, что было серебром, то поначалу счет был простой. Его раши приводят. Мы получили 100 кикаров и 1775 шекелей. На что в основном пошло серебро? На подножье для брусьев. Брусьев было 96 для стен и 4 для занавеси. 100 всего 100 подножий. Каждое подножье было весом в кикар. Это 3000 шекелей. Ну и вот 100 кикаров, 100 подножий. Стоп, стоп, стоп. Но ведь собрали 100 кикаров и еще 1775 шекелей серебра. Сумма небольшая. Но они куда пошли? Муж я не мог вспомнить. Поцарилась тишина. Куда же они пошли? Здесь есть две версии Семьи Дроша. По одной версии Всевышний просветил глаза Муше и он вспомнил. По другой версии глаз небесный проскрасил. Откуда идут эти версии? В тексте сказано так. И пошло 100 кикаров серебра на литье подножий святилища и подножий полога. 100 подножий 100 кикаров по кикару на подножье. А из 1775 сделал он крючки к столбам и облицевал их верхушки. На русском языке это не слышно. Но в оригинале здесь сказано «вет ха элеф ха швам иот». Здесь дважды упомянут определенные артиклы. Те самые тысячу, те самые 775, те самые. Для чего Тора дважды подчеркивает определенным артиклем те, те, те самые. А в этом речи те самые, которые муж и забыл. Куда же они пошли? Забыл и не мог вспомнить. Пока наконец глаз небесный не раздался и сказал «Ну как же, вот те самые 1775 шекелей серебра, они пошли на крючки к столбам. У столбов были крючки, на которые вешались плетенки, из которых и делалась ограда вокруг мешкана. Так вот, они, эти крючки, были серебряные. А из 1775 сделал крючки к столбам и облицевал их верхушки. Также верхушки столбов тоже были облицованы серебром и соединил их поисками. Вот куда пошел это серебро, эти самые 1775 шекелей. Теперь, может быть, будут понятен ответы на другой вопрос, который мы задали. по поводу золота отчета нет. Первый ответ понятно, почему, потому что работу по золоту еще не кончили, еще нужно шить одежды для священников. Ну, хорошо, а после того, как и сошли, почему Тора не даст отчет? Куда пошло золото? Почему бы написать в конце, что на священнические одежды ушло столько-то золота? Получили столько-то и столько-то оно ушло. Потому что после того, как, после этой драматической сцены, когда Мушеза был, на что пошло серебро, и когда Глаз Небесный провозгласил, на что оно ушло, то есть было здесь свидетельство свыше, то еврейский народ больше не стал просить, не стал требовать. А если даже Мушеза хотел бы дать отчет, то они бы сказали, не надо, никаких подозрений нет, и это абсолютно излишне. После того, как сами Небеса провозглашают о честности Мушей, о том, что к его рукам не прилипло ни одной копейки, после этого никаких отчетов по поводу золота нам не нужно. Этот пространный комментарий можно найти в словах Клиака. Он здесь очень-очень подробно разбирает всю эту главу, что здесь было, о том, к чему это относится, к предыдущему, к последующему, и этот Медрашин цитирует, все то, что я сказал до сих пор, можно найти в его комментарии достаточно подробном и точном. Попробуем только немножко углубить то, что он говорит. В самом начале сказано, что вот щита по Мешкану Мешкану свидетельствует. Мешкан он свидетельствует. О чем он свидетельствует? С одной стороны, говорит Рашид, дважды сказано Мешкан, и это намек на Машкон, на залог, то, что храм дважды был взят как залог, был разрушен за грехи евреев, что означает, что здесь был взят как залог, уточни. Когда должник не платит, берут тогда его залог. Когда евреи своими грехами заслужили наказание, вместо того, чтобы наказать их, Всевышний разрушил свой храм. В этом смысл здесь залога, и произошло это дважды. Итак, здесь есть намек на наказание в дальнейшем, пусть не наказание самих евреев, но наказание через разрушение храма дважды. А с другой стороны, свидетельство, о чем здесь свидетельство? Свидетельство о том, что Бог простил еврейскому народу грех золотого тельца. Немножко здесь есть какое-то противоречие. С одной стороны, речь идет о намек здесь на наказание за грехи в дальнейшем, а с другой стороны, свидетельство о прощении. Нет ли здесь противоречия? На самом деле оно мнимое, никого противоречия здесь нет. Основа здесь такая. Что такое храм? Это место, где будут приноситься жертвоприношения. Мы бы назвали культовое учреждение. А у других народов тоже есть культовое учреждение. Как с этой стороны есть религия, есть храмы, в которых в древности приносили жертвоприношения. Сегодня в нашу эпоху уже не приносили жертвоприношения люди ходят в храмы молиться, совершать богослужение, еще что-нибудь. В общем, вещи-то вроде как похожие. Должно ли быть какое-то отличие? В храме действительно служение Богу. И это служение Богу должно быть высшей, самой вершиной образа жизни еврея. его вершиной. Но основой этой жизни должна быть чистота и честность во всех отношениях между людьми. Не должно быть так, что люди, которые не способны вести человеческий образ жизни, в котором не воруют, в котором не лгут, в котором не подставляют друг друга, в котором не делают карьеру, идя по по трупам других. Эти люди, если люди на это не способны, а потом они пойдут в храм для того, чтобы приносить там жертвы, жертвовать там деньги, заработанные нечестным образом на храм или на его убранство, это вещь противна и это вещь неприемлема. А уж тем более, если речь идет о самом храме, о самом храм должен быть самым святым и возвышенным местом. Но если при его сооружении будет хоть на одну копейку воровства, если кто-то нагреет руки на сооружении храма хотя бы на одну копейку, весь этот храм ничего не стоит. И этого ни в коем случае не должно было быть. Поэтому храм он всем своим существом он прежде всего должен свидетельствовать о том, что люди, которые соорудили его, люди, которые работали над ним, что это люди с чистыми руками. И комментарий Болея от Усфот говорит так. Храм мешка назван свидетельством, идут. Это свидетельство всем народам мира о том, что Всевышний простил евреям грех золотого цельца. И его шхена находится там. Это одно объяснение. Второе объяснение, что этот храм свидетельство для мушей. О чем? Что поскольку его могли подозревать, его подозревали в том, что он греет себе руки на сооружении храма. И он сказал, я тут же за каждую копейку отчитаюсь, за каждый грамм и точно будет указано, на что он прошел, и подсчет оказался совершенно точным, то таким образом этот мешкан, сооруженный храм в пустыне, он и свидетельство абсолютной честности мушей о том, что он не присвоил себе ни одной копейки из всех тех подношений, всех тех пожертвований, которые были собраны вредским народом для сооружения храма. В этом его свидетельство в этом смысл сочетания здесь двух вещей, и то, что Шхена находится, и то, что а почему Шхена находится, а почему в этом месте может быть действительно служение Богу, потому что прежде всего оно основано на честности, на отношениях между людьми по торе, по тому, как закон Бога этого требует. И неслучайно упомянуты здесь два храма. Дважды был разрушен храм. Храм был взят как зелок за грехи евреев. Первый раз, первый храм был разрушен, как известно, за нарушение серьезных заповедей, запретов, запрет этого поклонства, запрет разврата, запрет кровопролития, а во второй раз, в ряде наши мудрецы, второй храм был разрушен в следствии отвратительных отношений между людьми. Синадхинам, ненависть друг к другу, то есть неспособность построить общество по законам Торы, неспособность построить общество, в котором люди будут жить честно, не воруя, не подставляя друг друга, не кляузничая, не очерняя друг друга, неспособность построить такое общество привела к тому, что мы потеряли и второй храм. И это было в глазах Всевышнего не менее строго, чем язычество, чем идолпоклонство, которое привело к разрушению первого храма. Именно об этом мы читаем здесь в этой главе. Строительство храма подходит к концу. Этим кончилась вся работа для Мишкана шатра собрания. Сделали сыны Израиля все, как повелел бог Муше, так сделали. И принесли Мишкан к Муше шатер и все его принадлежности, крючки, брусья, засовы, столбы, подножия, служебное облачение для служебников, священнище, священные одежды для Аарона. Все это принесли к Муше. Точно так, как повелел бог, Муше, так и сделали сыны Израиля всю работу. Я смотрел Муше всю работу, и вот они сделали ее, как повелел бог, так и сделали. И благословил их Муше. Зачем они принесли его? Принесли все Муше. Все сделали, а теперь приносят Муше. Кулитраши принесли, потому что сами собрать Мишкан не смогли. Сделать по отдельности все его части, все его детали, да, а собрать его не смогли. И поскольку Муше до сих пор не сделал никакой работы для храма, ничего из его частей он не изготовил, то Всевышний предоставил ему последнюю. работу. То, что называется последний дар Макива Патиш, а именно собрать все вместе. В чем была сложность собрать Мишкан? Прежде всего, говорит Раши, была здесь физическая сложность, а именно нужно было поставить стаймя тяжелейшие брусья. Никто не был на это способен. Ну, а как Муша это сделал? Сказал Муша, как человек может это сделать? Как можно поднять такой брус? Нет подъемных храмов в Синайской пустыне. Сказал ему Всевышний, а ты приложи руку. Делай, приложил руку. И оказалось, тот, кто посмотрел бы сзади, видел бы, как Муша, прикладывая руку, выпрямляет тяжелейшие брусья и ставит их. На самом деле, каждый из этих брусьев поднимался сам. Всевышний здесь сделал чудо, привел к тому, что брусья эти выпрямились, но только после того, как Муша прилагал свои усилия. Известно, что наши мудрецы говорят, что для того, чтобы быть пророком, там три основных качества, хахам, гебор, вояшир, среди них одной из них гебор, то есть должен быть богатырь. Откуда мы учим это, говорят мудрецы из Муши, ведь он сумел поставить храм Мешкан. На первый взгляд, довольно странно, какое отсюда доказательство. Ведь только что мы учили вража, и что на самом деле мужик только прикладывал руку, а брусья уже сами становились. Так каким образом я пишу отсюда, что он был богатырь? Что это богатырская сила такая, когда человек только вроде делает вид, руку прикладывает, а дальше уже все становится самым. На самом деле это иллюзия, потому что то, что Всевышний помогает, то, что каждый брус становился сам, это только после того, как Муше прилагал свои силы. И поскольку он прилагал все свои силы до конца и делал все, что он мог сам, до конца своих сил, после этого тогда уже была сията дешмая, была помощь свыше, и тогда брусья сами выпрямлялись и становились в свои подножья, так как нужно было. Стало быть, в чем здесь Муше Кибор, в чем здесь богатырская сила? Богатырская сила не измеряется тем, какой вес человек может поднять, а эта сила измеряется в понятиях еврейских тем, сколько из тех сил, которые есть у человека, сколько он отдает, насколько он использует свою силу. Богатырь это тот, кто использует свою силу на все сто, без остатков, и когда он это делает, все силы, которые у него есть, прикладывает, тогда уже получается помощь свыше, поэтому и если уже мы видим, что Муше здесь получил эту колоссальную помощь свыше, что настолько тяжелые, неподъемные стены, он один сумел их поставить, а остальные не смогли, это значит, что вот эта способность его отдать все свои силы без остатка, в этом он был богебор, в этом он был богатырь, это была колоссальная его сила, и осмотрел Муше всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Бог, так и сделали, и благословил их Муше, смотрите, говоришь, какую брахон им дал, какое благословение, в иноем, ашемилу кейну лейну, то есть, это благословение, которое упомянуто в псалмах царя Давида, пусть будет милость Бога нашего, на нас, и дело наших рук утверди для нас, и дело рук наших ты утверди, что это означает? Если сопоставим это с тем, что было сказано раньше, то что Тора подчеркивает каждый раз, что Иус смотрел Муше всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Бог, и двумя строчками выше сказано, точно так, как повелел Бог Муше, так они и сделали, и тремя строчками выше сказано, и кончилась работа для мешка нашего собрания, сделанец из Израиля, как повелел Бог Муше, как повелел Бог, как повелел, как, это неспроста, говорит Равир, Муше проверил всю работу, по ее завершению заметил, что она имеет две отличительные стороны, особенности, во-первых, именно они выполнили ее, т.е. каждая часть от самой маленькой до самой большой, она выражала их цельную личность, каждый человек вложил свою личность, свою душу в эту работу, это одно, всю свою творческую энергию, все желания, все он вложил в эту работу, а с другой стороны, во-вторых, как Бог повелел, именно так они и сделали, т.е. рвение энтузиазма, очень часто мы видим, что человек способен проявить энтузиазм и творческую силу, когда он делает что-то свое, свой какой-то проект, а если сказать ему, делай вот то, что тебе сказано, делай так-то, делай так-то, то мы видим, что он будет делать, как в русском народе говорят, спустя рукава немножко. Здесь было не так, их рвение энтузиазма в целом и в каждой отдельной детали были полностью подчинены повелениям Бога. Со стороны мастеров не было ни малейшей попытки внести в работу свои собственные идеи добавляя что-нибудь или опуская что-нибудь напротив. Каждый из мастеров старался, в чем они видели максимум своего успеха, в том, чтобы сделать точно так, как им было повелено. То есть, было здесь добровольное подчинение. Каждый, обладая свободой, добровольно подчинился требованиям, которые были спущены ему сверху. Это добровольное, радостное повиновение, это свобода в подчинении, это не подчинение, которое навязывается. Когда приходит грозный босс и говорит, либо ты сделаешь так, либо я тебя вышвырду отсюда и уволю тебя завтра. Нет. Здесь было добровольное, радостное повиновение от свободы в подчинении, и это подчинение при полной свободе, которое заставляет с радостью осознавать собственную силу именно через то, что я способен, обладая этой силой, я способен подчиниться и делать то, что от меня хотят. Это выражает это как раз квинтэссенция еврейского образа жизни. Свободный человек, который свободно подчиняется. Надежда на то, это вот способность свободно подчинить весь свой творческий запал и энтузиазм, эта вот способность проявилась здесь при сооружении Мишкана. Мушей это увидел. В своей короткой молитве благословения он выражает надежду на то, чтобы это так и осталось. Надежда на то, чтобы эта вот особенность останется навечно, она и, чтобы она всегда была запечатлена в поведении евреев на века, она выражена в этой самой молитве Мушей, которую потом записал царь Давид в своих псалмах. Мудрецы приводят ее именно здесь. Молитва заканчивается словами. Пусть будет милость Бога нашего на нас, и дело рук наших утверди для нас, и дело рук наших утверди ты. То есть первая часть утверди дело рук наших для нас, это для нас, это та свобода, которую мы обладаем. Помоги нам быть действительно свободными людьми. А дело наших рук утверди ты, имеется в виду обладая этой свободой, мы эту свободу отдаем тебе. Мы умеем подчиняться. И мы делаем это с удовольствием. Вот когда есть вместе эти два компонента, свобода с одной стороны и добровольное подчинение с другой стороны, вот это тот идеал, о котором Мушей молится, пусть так и останется. Лишь вместе заканчивает Раввирш, в тесном союзе свобода и подчинение могут дать нам то блаженство, которое Бог нам и уготовил. Это то самое удовольствие, которое может человек получать от того особого образа жизни, который дает еврею Тора. Свобода и подчинение. Свобода